Мы в Пятигорске. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Приехали мы из Есентуков на такси за 550 рублей. Времени было у нас в пути примерно минут 20. Январь месяц канатка не работает, поэтому на вершину Машука мы не поднимались. Дошли пешком до смотровой площадки. Здесь же находятся кафе и бесстыжие ванны. Отсюда открывается вид на красавец Пятигорск. Температура минус 14 градусов. Это кафе Восточное. Сюда все заходят погреться. Здесь же продают горячий кофе. Вот синий флаг обозначает, что там можно выпить горяченького. Дальше идет проспект Гагарина, вот где желтое здание. А здесь просто смотровая площадка и спуск к бесстыжим ваннам. Спуск очень своеобразный. Лестница, которая ведет кафе Панорама, она, ну, можно часть лестницы пройти, а потом все равно идти по вот этому скользкому склону. Женщина чуть не упала. Врезалась прямо в здание. Вот, люди спускаются, скользят очень аккуратно. Тут же раздеваются, вешают свои вещи на деревья. Галышом пробегают вот в первую ванну, которая здесь. Водичка горячая. Градусов, наверное, 40. Но пока она добегает до бассейна, ну, где-то градусов 38. Комфортная температура. Но все равно очень ветрено и очень холодно было. Вот это вид от источника, от ванны на кафе. Здесь очень приятная атмосфера. Рекомендую. И мы прошли чуть дальше, увидели раздевалка через дорога, баня получилась. Ну, как можно в такой холод преодолеть вот такое большое расстояние от раздевалки туда вниз к этим ваннам? По-моему, это нереально. Ну, может, летом, конечно, нормально. Все скользят, падают. Ну, я не знаю, честно говоря, такое уникальное место и не обустроено. Вот эти ванны, которые чуть подальше от кафе Восточного, они более прохладные. Ну, может, была слишком сильно морозная погода и вода все-таки пока течет, она остывает. Но виды, конечно, очень красивые. Вода чистейшая, она слегка пахнет сероводородом, но как-то даже это не напрягает. Вот такое чудесное место, это гора Машук, из которой бьют такие вот горячие источники, образуя такие необыкновенные ванны. Конечно, уникальный случай. И, казалось бы, вроде как там тупик, но нет, оказалось, что это целая улица, вернее, даже проспект Гагарина ведет нас к провалу. Идем пешком, здесь не очень далеко, проходим знаменитые пироговские ванны. Конечно, гора Машук вот своими уникальными водами способствовала, что здесь с давних времен построено много санаториев, которые именно заточены под ванны вот с этой лечебной водой, которую дает необыкновенный Машук. За один день, конечно, Пятигорск полностью не посмотришь. Достопримечательностей много, но у нас был один день, и мы решили, что, наверное, самое интересное для нас будет это провал и бесстыжие или народные ванны. В январе, наверное, только одно преимущество посещать такие курорты, это то, что не так много здесь людей в это время. Поэтому, кто хотел искупаться в ваннах, искупался. В очереди не стояли, как это бывает в теплое время года. Погрелись в кафешке. Ну, в общем, программу минимум, я считаю, мы выполнили. И полюбовались на красивые старинные здания. Многие из них уже такие ветхие довольно-таки, но их реставрируют. Видно, что загорожено, ведутся какие-то работы. Но здание, конечно, очень красивое. Видно, что старина-старина. Тут же современные какие-то санатории попадаются. По дороге к провалу можно купить и хычины от 90 рублей. Вот полюбоваться такими ажурными старинными зданиями. Выпить кофе, так, на ходу. Купить перчатки, варежки, какие-то шерстяные брюки. Или что-то такое утеплится. В общем, базарчик есть. И теплые вещи можно купить было. Очень кстати. И вот, наконец-таки, мы вышли к долгожданному провалу. Это гора Машук, повторюсь. Вот такое уникальное явление этот провал. И, конечно, все это связано с книгой Ильфа и Петрова. Двенадцать стульев из золотой теленок. И вот он, Остап Бендер. Люди по традиции трут ему нос и билеты, которые он продавал в провал. Наверное, это какая-то хорошая примета. Все подходят. Нос у него уже блестит. А это вход в провал. Он выдолблен прямо вот в скале. Расстояние небольшое. Буквально тут чуть-чуть мы прошли вот в такой полутьме. И вот он, знаменитый провал. Здесь озеро. Необыкновенного голубого цвета вода. Сверху такая дыра прямо в небо. То есть, куска скалы там нет. Для безопасности огорожено все металлической сеткой. Вода в озере теплая. Она подсвечивается. Эффект такой необыкновенный, прям сапфир. Не налюбоваться просто. Икона. Все так гармонично. Вышли мы из провала. И увидели такую табличку. Место дуэли Лермонтова. Я была, хотела уже рвануть туда. Но потом посмотрела по карте. Это 5,5 километров. И оказалось, что с другой стороны можно очень легко подъехать к этому месту. Спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал.